Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина. Город Санкт-Петербург. Снова появились осенние композиции из искусственных листьев 55 рублей. Разные декорации фруктовые, фрукты, ягоды. Так, это у нас, наверное, черешня крупная такая. Виноград 77 рублей. А фрукты, ягоды 55. Опять декоративная фигура за 149 рублей в виде шахмата. Смотрите, надо же, как интересно, все закупить и играть в шахматы. Но дорогое удовольствие 149 рублей каждая штучка. Дорого-дорого. Антибактериальный гель для рук Натру Сибирика 77 рублей 100 миллилитров. Убивает на 99,9% вирусов и бактерий. Вот так вот. Убийца. Также гель для рук с антибактериальным эффектом за 77 рублей. Такая бутыляка. Так. Ну и все. Мыло-мыло. До этого было такое мыло за 25 рублей. А теперь появилось, наверное, мыло с молоком. Натуральное. Такое вот. Интересно. 27 рублей 50 копеек. Накладки защитные. От удара дверной ручки. Четыре штуки. Цена неизвестная. Как и наличие. Потому что здесь вот так лежало. Непонятно, сколько стоит. И где остальные. Интересно, шкатулка с зеркалом, с содержимым ящичком, с крючочками. То есть вообще интересно. Интересная вещь за 199 рублей. Вот такого темно-коричневого цвета. Оно не черного и белого есть. Вот. Как интересненько. Классно. Вот это вот интересная штуковина. Коврик предвертый за 199 рублей. 50 на 60. Фу, ну а пахнет-то. Вышивку завезли. За 77 рублей. Бисер. Деточкам так интересно будет. Немножечая-таки картина вышивать. Смотрите. Такая вешавочка. За-за-за. 149 рублей. Видите, они разные. Все-таки. Вешалка. Так, цена этой вешалки. На известном. Трепочки из микрофибры. 8 штук. 77 рублей. Кстати, выгодно. Так как здесь у нас всего 5 штук. 55 рублей. Так, здесь у нас размеры 30 на 20. А эти 30 на 30. Ну, то же самое. Такое надо взять. Это интересно. Так. Подставка для ножей за 199 рублей. Она дорогая, говорю. Тяжелая подставка. Ну, это понятно, чтобы держать ножи. Кухонная лопатка за 55 рублей. И там красного цвета запрятались. Банка 2,2 литра. Это 149 рублей. Такая большая. Тарелка 21,5 сантиметра. 77 рублей. Так, за 99 рублей. 27 сантиметров. Что-то какая-то фигня. Тут тарелка 25 сантиметров. Цена здесь не указана. Именно на 25 сантиметров. Так что неизвестно. Ну, может быть, 99 рублей. А вот это 21,5. 77 рублей. Сохранится с дозатором за 55 рублей. Потом у нас тут есть наборчик. Вот за 55 рублей для специй. Вот такие муллипусенькие соусники. 27,50. Миска 10 рублей. Миска 10 рублей. Миска 10 рублей. Что купила в экспрессе. Смотрите, вот такие тряпочки. 77 рублей. Здесь 8 штук. 30 на 20. Есть такой наборчик. Есть такой наборчик. В обзоре вы видели. Хорошие тряпочки. Замечательные. Также у меня муж их берет для протирки очков. Вот. Отлично. Дальше. Купила витамин Т3. Вперед. Знаете, язык вперед лепечет. Так. Здесь 30 капсул. По-моему, просто еще, по-моему. А по-моему, 77 рублей. Да. Да, конечно. 55 рублей они стоят. Нормально. Отличная цена. Вот такое мыло за 27.50 купила. Я этим мылом посуду мою. Я всякими средствами не мою. Это уже каждого свое. 77 рублей перчатки. Да, бы надо. Вот. Ну и что купила я в аптеке. Я делала заказ по интернету. Я купила 3 куска мыла. Шумбит. Начиталась я о нем. Что типа очень хорошо для кожи. У кого проблемная кожа. У кого... Господи, ты, Боже мой. Чувствительная кожа. У кого какие-то дерматологические... В общем, какие-то проблемы с кожей. Такие более серьезные, чем прыщики. Ну вот. Это сокровище Карелии. Один кусок. 100 грамм. Сейчас скажу, сколько стоит. 100 грамм. 134 рубля. А вот мыло шумбитовое натуральное. Сокровище Карелии. 139 рублей. Вот это 139 рублей. Почему? Потому что оно... С морожкой. Тыпа. Вот. А это черный брюльянт. 139 рублей. 134 рублей. 134. И это тоже сила тайги. 134 рубля. Они, знаете, даже вот в очках не видно. При всем желании, только с лупой можно прочитать. На основе уникального минерального шумбита, добавлением органических экстратов полярного вереска, ангелики, комплекса ферных масел, шумбит обладает выраженной антиоксидантной, противовоспалительной активностью, содержит огромное количество макро- и микроэлементов. Стимулирует процесс регенерации клеток кожи, органические экстраты полярного вереска, ангелики, оказывает антизирующие действия, увлажняет кожу, придавая особую мягкость и гладкость. Масло дикого можжевельника, таежной сосны, пихта обладает противовоспалительным, антисептическим, бактерицидным действием. То есть этим мылом можно не только лицо, тело, но и кожу, головы. Вот был мой заказ. Это вот в аптеке три куска мыла. И там же, на аптеке.ру, на сайте, заказала эта маска для волос. Начинается осень, пойдут в шапочки будем носить. Будут удобны эти все маски, потому что все эти маски, они как-то утяжеляют, и как-то волосы не такими пышными становятся, как хочется. Или я так смываю плохо, не знаю. Ну, в общем, вот эта вот малая маска, маску, что сегодня такое, я не выспалась. Маска для волос змеиная. Змеиное масло с экстратом крапивы и малины. Состав, вот я сейчас вам прочитаю состав. Ой, я почитала об этой маске, очень хорошие отзывы. Многим действительно эта вот маска помогла. Змеиное масло прекрасно улучшает состояние слабленных поврежденных волос, разглаживает, наполняет ей силы, придает блеск. Считается, что змеиное масло способно разбудить спящие волосяные луковицы, тем самым помочь в борьбе с облысением. Даже так, представляете? Вот, экстрат крапивы, незаменимое средство для улучшения здоровья кожи, головы и волос, защита их от выпадения, укрепления, регулярное применение крапивы в выходе за волосами, что уменьшит раздражение, сухость и шелушение. Очень, знаете, вот я в деревне у бабушки, что делала? Баню мы когда шли, я рвала крапиву, заливала кипятком, пока там мы плескались, мылись. Вот это вот все настаивалось, и после мытья я промывала вот этим вот и не смывала. Волосы шикарно, но я думаю, что сухой травой тоже можно так же заварить и втирать в голову, все будет прекрасно. Что-то я поэтому забыла, надо было купить в аптеке, не купила. Так, уменьшает раздражение, сухость и шелушение. Экстракт малины применяется в косметологии для чувствительной кожи. Я ее потеряла. Чувствительность склонна к воспалению кожи. В уходе за волосами малина помогает справиться с перхотью, с зодом, с раздражением. Вот так. При этом питает и укрепляет корни волос, делает и блестящими, и живыми. Но это супер, потому что когда окрашиваешь волосы, не хочет, чтобы были как паклян. Из состава вода очищенная, змеиный жир, на русском языке написано, не английском, там, знаете, непонятно какие там иероглифы, для меня лично. Змеиный жир на втором месте, между прочим. Экстракт малины, экстракт крапивы, масло льна, глицерин, лимонная кислота, отдушка парфюмированная, силикон на тросу, какой-то матюк, квартамин на фул, трилон-бэ и катон. По катону и по лейблу. Ой. Два-три раза. Вот что мне нравится маска, когда пишут, что применять два-три раза в неделю. На некоторые вообще не написано. Значит, получается, можно каждый день. Вот она, вот так вот выглядит эта маска. Стоила она мне 100... 192 рубля 50 копеек. Тут пол-литра, пол-миллилитра. Вот такая маска, видите. От кого? От Лабио. Я говорю, читала, и ни одного плохого комментария не было. Да. Может, секрет какой? А нету. Ну да, отдушка. Ой. Сиренью. Я хоть сиренью люблю. Ну, лучше бы какую-нибудь травяную. Лучше бы малина, может, еще какую-нибудь. Но это... Я такой, знаете, вот... Это не шипр, конечно, но такой запах не очень люблю. Дальше мне посоветовали также для волос. Так как у меня тонкие волосы. И вообще-таки, ну, сами видите. Группа витаминов В. Да. И вот пентавит. Я взяла пентавит. Обошел со мной недорого. Дорого, недорого. Пентавит 106 рублей 20 копеек. Здесь по ходу дела 50 штук. Такой вот. И инструкция. Это хорошо. Вот это вот буду принимать. Вот. Ну и бальзам. Золотая звездочка взяла. Знаете, вот масло чайного дерева. Хочу... Некоторые посмотрела в интернете. Также буду записывать видео. Получится, не получится. Типа убираю там попилуемые. Какие-то... Еще что-то. Всегда была проблема открыть эту баночку. Проблема осталась. А никак она не заклеена. Она не заклеена. Это просто... Кто такие баночки придумали? Китайцы. Наверное. Давайте проверим. Кто производитель? Сия. Сия. Так. Интересно. Так. А не написано. А нет, написано. Ну? А это Вьетнам. Может, у них такие крепенькие пальчики. Такие цепляющие за все. Которые могут открыть эту банку. А я не могу. Невзирая на все. Трудный стил. Существенно даже. А! Ха-ха-ха-ха! Я не могу. Тащие дорогие, как мы в советское время открывали эти... Она даже не прокручивается. Она даже... Возьмем ножницы. Сейчас мы эту банку сломаем. Сейчас мы это... Дай Бог, чтобы палец с ним откроют. Ха-ха-ха! Я же... Знаете... Ну, не знаю. Попытаюсь я открыть, потом включусь. Ха-ха-ха! Открыла. Вот этой. Вот так вот. И прокрутила. Надо прилагать такой инструмент для открывания. Знаете, даже пахнет не так. И цвет не такой. Он какой-то бледный. Раньше был такой... Больше желтоватый. Это какой-то бледный. Не такой. Раньше откроешь баночку. Вот так вот. К носу. И сразу в глаза такая чуть ли, знаете, не на слезу пробивает. А это я даже вот-вот. И запах другой. Да, с советских времен осталась только труднооткрываемая баночка. Все. Остальное... Обманули. Ладно. Все. На этом все. Спасибо всем за внимание. Огромное спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать... Ой. Крепкого-крепкого здоровья, мои дорогие. И чтобы никто не увидел, не встретился с этим существом. Ну и исполнение всех ваших желаний. Чтобы вы были безграничны, бесконечно счастливы. Понимаете, что не день новый вас радовал, что ой, как хорошо, как здорово. Понимаете, чтобы все-все-все. Все у вас наладилось, все у вас исправилось. Хороших отношений. Со своими близкими, с родственниками, с детьми. Здоровье питомцам. Ну и мирного неба над головой. Дружба между народами. Уважение за мои понимания. Межоразное веро и вспоминание. Всегда до новых встреч. До свидания.